Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 мая, 29 мая. Всё, не могу перестроиться. 29 мая. Я вот сейчас занимаюсь с утра пораньше высадкой томатов. И пока вот эту землю всю не перекопали, хочу рассказать вам о перегное, но о перегное другом, растительного происхождения. Потому что я до этого рассказывала вам и показывала кучу, в которой перегной тот, который мы покупаем. То есть отходы животного производства. Ну поняли, когда я говорила о какашках. Но есть ещё, ведь перегной растительный, но мне все говорили, что перегной бывает разный. Есть листовой перегной, есть вот животного происхождения. Сейчас я вам расскажу несколько слов о перегное, который получается у нас из отходов кухни нашей и вот эта трава вся. Вот смотрите, многие же делают компостные кучи, компостные ямы. У нас компостная яма, вырыта траншея вдоль забора. И я в течение двух-трёх лет укладываю туда летом сорняки. Потом, видите, вот здесь эти яичные скорлупки. Укладываю сорняки, укладываю отходы с кухни. На кухне сразу сортирую. Я всегда мусор в три части. Одна негорящее, это стекло железа, в мусорку. Горящее в камин. И вот эта, которая гниющая, у меня отдельное ведро. Видите, это вот прошлогодние, наверное, помидорки. Но так как у нас не все ответственные мужчины иногда подходят к этому безалаберно. Вот видите, кто-то бросил фантик в это ведро, вероятно, с мусором. Кто-то бумажку. Это, конечно, доставляет мне сейчас дополнительные хлопоты, но ничего. В выходной, вот раз в два или три года, мы открываем эту траншею. То есть верхний слой убираем и выгребаем то, что перегнило. И из чего получилась опять земля. Тут, конечно, я сама уже не в силах все это делать. Привлекается вся семья, кто хочет и кто не хочет, в принудительном порядке. И вот в эти выходные мы всю эту кучу выгребли и разложили мне на грядку. Вы видите, сколько много. Вот эта вот грядка, она 11 метров, по-моему. Видите, вот оттуда аж прям из-под вишни. Вот я уже ниточки натянула, буду сегодня высаживать. И вот это все, вот эти кучи, которые навалены, это все у меня, вот этот перегной. То есть азот, органическое удобрение, которое экологически чистое, которое натуральное, которое природное. Только из растительных остатков и остатков со стола. Но остатки со стола, это тоже почти все растительные остатки. Это и шкурки картофельные, там и банановые шкурки, и какие-то, ну что там еще может быть? А, лук, и шелуха лука, и яичные вот эти скорлупки. Единственное, что мне сейчас придется поработать, какие крупные палки не перегнили, я убираю. И убираю какие-то вот маленькие вкрапления, которые бывают, кусочки целлофана, там от чайных каких-то, вот, не знаю, от упаковок, все туда, что поскидали. Я стараюсь, конечно, следить за этим дома, но иногда не проследишь, кто-то что-то кинет, ребенок кинет или что. Вот этот вот, когда я делаю грядку на основе этого перегноя растительного, тут тоже мне уже не требуются подкормки азотосодержащие. Я всегда говорила, что я почти не пользуюсь азотными удобрениями, потому что все это уже заранее при посадке вбивается в землю. Сейчас к этому перегною, но я, конечно, сейчас очищу все это, уберу, вон от колбасы целлофан бежу, от колбаски, от какой-то, тут какая-то ниточка. Все уберу, что не сгнило. И почему-то интересно, у меня вот у некоторых эти скорлупки перегнивают, у меня вот эти вот скорлупа яичная по 2-3 года болтается в земле. Сразу скажу, никаких байкалов, никаких средств, которые ускоряют перегнивание, я не использую. Оно все 2-3 года лежит, все естественным образом оно перегнивает и в такую воднородную массу. Сейчас я добавляю сюда черной земли, перекапываю, высаживаю томаты. Все, азота им на этот сезон хватит, буду добавлять только фосфор и калий. И то здесь какой-то процент калия, наверное, все-таки с яиц она возьмет, но это очень минимально, это мало, конечно. И тем более, почему-то они не растворяются у меня в земле. Вот это еще один вид перегноя. Перегной уже не животного происхождения, а именно растительного. Он более мягкий, более такой естественный. И в конце концов он просто превращается в землю. Это вот для улучшения земли, структура земли делается рыхлая. У нас видите, какая земля в огороде, вот она. Ну это вот как это, дорога. И вот каждый год вот что-то добавляю, добавляю, добавляю. Лишь бы земля была рыхлая, лишь бы земля была плодородная, лишь бы томатам было вкусно. Но это не только томатам, на любые грядки выкидываем. Все, вот это такой еще один вид перегноя. Обязательно собирайте всю. Я вот не мульчирую, у меня травы не очень много, но всю траву я скидываю в эту яму. Я вот хочу посоветовать начинающим, никогда не выкидывайте хорошую траву, всю вот это в компостную яму или в компостную кучу. Туда же отходы с кухонного стола, отходы от еды от нашей. И получается прекрасная, такая рыхлая, вот такая вот пористая, вот такая земля. Это вот самый классный перегной.